Всем привет, друзья! Сегодня необычный формат видео. Вкратце, по-быстренькому, постараюсь до 10 минут пробежаться по сайту АвтоВАЗа и посмотреть на актуальные цены на этот день. Многие сейчас интересуются ценами, да, все мы знаем, что курс доллара, курс евро, курс юаня, там, всего этого убежало в небеса. Ну и, соответственно, все цены тоже у нас поменялись. Давно я не заходил на сайт АвтоВАЗа, и вот вместе с вами интересно посмотреть, что же сейчас там происходит. Начнем. Семейство Лада Гранта у нас теперь стоит от 727 тысяч рублей с небольшими копейками. Веста от Лям-121, X-Ray от Лям-100, Ларгус Лям-235, Нива Тревел также Лям-66, Нива Легенд, вот это дешевая версия, да, это можно себе позволить более или менее что-то до миллиона. Ну давайте посмотрим теперь более подробно, что у нас с Гранты. Вот, как вы знаете, кто давно смотрит на канале, я сам являюсь владельцем Лады Гранты с автоматической коробкой передач в комплектации Комфорт. Это было весной 2019 года. Что у нас на сегодняшний день? А сегодняшний день, напомню, середина марта. Не буду уточнять, какая именно дата, я думаю, это не так уж важно. Ну вот, самая минимальная цена, как я уже сказал, 727 тысяч. Посмотрим, что именно у нас будет стоить версия с автоматом. Как мы знаем, двигатель там ставится 1, 98 лошадиных сил. Комплектация Комфорт теперь стоит 935 тысяч. Вот так вот. Вот разница получается в 345 тысяч от 2019 года. А прошло 20, 21, 22, прошло 3 года. За 3 года получается к сумме 590 тысяч прибавилось 345 тысяч. А это более 50%. Я бы даже сказал, наверное, плюс 60%. Вот такая вот у нас инфляция реальная в автомобильном секторе. Ну вот на данном экземпляре мы видим такое удорожание. Ну и, соответственно, нужно денег за эти 3 года зарабатывать, чтобы оставаться на том же уровне, грубо говоря, на 60%. Хочу посмотреть самую дорогую версию. Наверное, это будет тот же самый автомат. АКПП Jatka. Японский старый добрый автомат. Кому интересно, на моем канале очень много видео про эту машинку, про этот автомат. Так что смотрите, ссылочки все будут в описании. Вот самая дорогая комплектация, версия с автоматом, люкс, будет стоить 984 тысячи. Докупить какие-нибудь коврики, еще необходимые мелочи. Хоть здесь и есть магнитола и все необходимое, но все равно что-то придется докупить. Опять же, та же страховка и выйдет к ляму. Так что вот самая дорогая версия, уже нужно быть миллионером, чтобы купить нашу любимую гранточку. Но здесь уже будет обогрев ветрового стекла, климатическая система, круиз-контроль, ограничитель скорости. Приятная штука, у меня такого нету. Давайте смотрим дальше. По-быстрому, по-быстрому не буду затягивать время. Lada Vesta. Lada Vesta сейчас стартует от миллион сто двадцать одна тысяча. Что у нас здесь будет из самого дорогого? Самая дорогая, видимо, автомат. Не помню, есть ли автомат Jatka на этой версии. По-моему, там только робот, насколько я знаю. Ну, либо поправьте меня, если есть там именно автоматическая коробка передач с гидротрансформатором. Версия эксклюзив будет стоить, ого, прям пятьсот. Ничего себе, миллион пятьсот, полтора миллиона рублей. За эти цены уже можно покупать квартиры. Опять же, не буду вдаваться в подробности, сколько они сейчас стоят. Но думаю, какую-нибудь в провинциальном городке однушку точно можно купить. Ну, каждый сам для себя выбирает, что он хочет покупать. Я даже не знаю, сколько сейчас будет стоить реально какая-нибудь хорошая иномарка. Это просто какой-то шок для меня. Комфорт версия LAM327. Ну, короче, все от миллиона. Ну, вот версия эксклюзив. Задний подлокотник, обивка потолка черного цвета, усиленная тонировка задних стекол, подогрев задних сидений. Хорошо, замечательно, я все понял. Далее, из интересного, вот мне нравятся X-Ray. Стартуют от LAM106. Подробнее, что у нас здесь есть. Самая дешевая версия, как я уже сказал, миллион сто шесть тысяч. Самая дорогая будет, опять же, автомат, люксовая, миллион триста семь. Вот, кстати, на X-Ray не такая уж и большая разница между самой дешевой и самой дорогой. Получается около двухста тысяч. На Вести этот показатель был около четырехста тысяч. X-Ray мне нравится, не знаю, как они в эксплуатации. Мало я их встречаю, на самом деле, в повседневной жизни, в городе. Хотелось бы мне все-таки протестить эту машинку. Возможно, табаляки, кто владеет таким автомобилем. Договоримся с вами, снимем какой-нибудь обзорчик. Мне бы было интересно. Смотрим дальше. Обновленный Lada Largus стартует от миллиона двести тридцати пяти тысяч рублей. Это будет восьмиклапанник, девяносто лошадиных сил. Моторчик вроде бы туда какой-то обновленный установили. Более тяговитый, более интересный. Но, опять же, вживую я таких автомобилей вижу пока мало. Ну и, насколько я знаю, многого там не изменилось. Вот обновленный фейслифтинг, немножко салон там доработали. А больше там, как бы, особых-то изменений нет. Та же самая машина, по сути. Люкс-версия будет стоить миллион четыреста. Ну, тоже недалеко, до полутора миллионов. Ну, правда, здесь уже будет круиз-контроль. Обогрев ветрового стекла в пакете Престиж. Неплохо, датчики дождя и света. Это, конечно же, все идет в плюс. Niva Travel тоже, как вы знаете, обновлена. Мне вот этот дизайн не особо нравится. Как-то слишком они высоко подняли фары. Вот эта вот решетка. Но, опять же, на вкус и цвет. Всем фломастеры разные. Давайте посмотрим, что и как у нас здесь по ценникам. Не буду я затягивать этот видеоролик. Потому что тема была именно ценники. Цена у нас стартует от миллион шестидесяти шести тысяч. Но, опять же, нужно быть миллионером уже. Самая дорогая версия оффроуд. Это миллион двести тридцать две тысячи. Но уже будет шноркель. Это прикольно. Можно штурмовать брод. Опять же, на такой машине за миллион двести мне бы было жалко. Уж лучше я куплю какую-нибудь старенькую Niva. При колхоже туда свой шноркель. И буду ползать действительно и не жалеть ее. Наверное, это для каких-то олигархов. Такие версии. Ну, либо для любителей, которые прям не могут жить без оффроуда. Вот наша старушка Niva Legend. Машина, которая производится, насколько я помню, с 80-х годов. То есть машине уже... Ну, конечно, она изменилась. Но именно вот кузову, кабине этой уже 42 года. И это немало. От 820 тысяч рублей. Тут будет аудиоподготовка. То есть будет абсолютно голая. Вот в версии Urban, небольшая уж разница, уже будет кондиционер. Это приятно. Противотуманные фары, подогрев передних сидений. Ну, короче, необходимые мелочи. Ну, на этом, я думаю, все. Все понятно, да? Что вот сейчас нужно идти хотя бы с миллионом рублей выбирать себе машину. Из самого дешевого можем себе позволить. Это Grand'у и Niva. На остальное придется подкопить деньжат, стать миллионером, сходить в банк, взять кредит. Кредиты сейчас тоже, насколько я знаю, подорожали. Проценты там начинаются от 20. Мне уже интересно, что будет с нашим российским автомобильным рынком. Но поживем, увидим, посмотрим дальше. Кому понравился этот ролик, ставьте лайк. На этом всем пока. Встретимся в следующих видео выпусках. Продолжение следует...